Здравствуйте, уважаемые мамы, бабушки, я надеюсь, папы тоже. Мы продолжаем разговор о нервной системе ребенка, человека и ребенка в частности. И на прошлой лекции мы остановились на ситуации, когда рефлексы, разделяющиеся на условные и безусловные, вот почему же человеческий организм является вершиной эволюции. Хотя, как оказалось, животные, собаки, кошки, высокоразвитые животные, живя на безусловных рефлексах, они воспринимают окружающую среду гораздо тоньше, чем человек. Ну, не секрет, допустим, да, что, скажем, животные лучше чувствуют, лучше ощущают, лучше слышат, вот, и так далее. Но дело в том, что у них нет одной совершенно определенной вещи. Вот те центры коры головного мозга, куда поступает сигнал от клеток рецепторов, эти центры коры головного мозга у человека анализируют ситуацию. Что это значит? Это значит, что, принимая сигнал, в коре головного мозга происходит определенная работа, которая позволяет направить этот сигнал к тем мышцам, которые нужны. Ну, например, вот я приведу один пример из очень хорошей книги о животных, где зоопсихолог приводит совершенно потрясающий пример. Анализирующий вот то, о чем я говорю. Предположим, ситуация, когда очень образованная, дрессированная собака приезжает своим хозяином, скажем, в какой-то супермаркет, хозяин ее выпускает и говорит, охраняй машину, и уходит в магазин. Собака сидит, охраняет машину, служебная собака, большая, сильная, все в порядке. Хозяин возвращается с телегой полный продуктов, собака сидит, охраняет машину. За несколько метров до машины на хозяина нападают хулиганы, они его там избивают, грабят, забирают продукты. Что делает собака грессированная? Собака сидит, охраняет машину. Почему? Она не может оценить ситуацию. Она получила приказ, она воспринимает команду, и она эту команду не может нарушить. Поэтому понятно, что человек так не поступит. Человек проанализирует ситуацию, видя, что там бьют его близкого человека, он побежит, плюнет на машину, побежит, так сказать, защищает человека. Вот это тот анализ, скорее, головного мозга, который мы с вами испытываем. Вот это отличительная черта человека. Ну, вот вам пример, скажем, более проще, не связанного с животными. Человек подходит к нерегулируемому перекрёстку, смотрит там налево, видит машину, которая движется к этому перекрёстку. И дальше в его центре коры головного мозга происходит анализ. То есть, что он анализирует? Скорость движения машины, расстояние от его до машины, скорость, с которой он может перейти эту улицу. И, сопоставив эти факторы, понимает, стоит переходить или нужно пропустить машину, а потом идти. Если этот анализ проведён правильно, то человек как бы, да, вот, проходит всё это без своего ущерба своего. Если анализ неправильно проходит, то человек вот сталкивается, попадает в неприятную историю, и для его жизни возникает очень негативная ситуация. В следующий раз он будет анализировать лучше. То есть, каждый раз мы с вами анализируем наши действия и принимаем решение на основе чего? На основе анализа, которое происходит в центрах коры головного мозга. И вот, почему я вам это так подробно рассказываю? Для того, чтобы вы, ну, во-первых, сами понимали, что происходит. И вот очень часто, читая ваши вопросы, слушая вот те просьбы, с которыми вы обращаетесь, видя ту информацию, с которой вы обмениваетесь друг с другом, возникает, ну, скажем так, определённое чувство, которое, ну, вот, вызывает мою ответную реакцию. Дело в том, что нельзя воспринимать или чисто автоматически переносить, скажем так, решение одного человека на принятие решения своё собственное. Дело в том, что каждый ребёнок, каждый человек – это индивидуальность, это определённая особенность. И вот, не учитывая эту особенность, мы не можем принять правильное решение. Поэтому, если мама говорит, там, вам, или доктор, или, там, аптека рекомендует вам тот или иной препарат, ссылаясь на то, что вот он помог там, Маше, Пете, Саше ещё там стать человеком, это ни о чём не говорит. Если вы воспринимаете информацию, и в коре головного мозга, я очень надеюсь, способны анализировать эту ситуацию, анализируете и понимаете, что ваш ребёнок может быть совершенно другой. Во-первых, у него может быть другая причина возникновения того или иного, той или иной проблемы. Во-вторых, он может отреагировать всё равно по-другому на составляющие того или иного препарата и так далее, и так далее. Нет панацеи, нет лекарства универсального, который, вот, по мгновению волшебной палочки, способен помочь в том или ином случае. Каждый раз это индивидуальность. Как понять? Ну, один из способов пробовать и смотреть, что будет. Он не лучше, почему? Потому что при такой ситуации можно получить осложнение очень быстро. Ну, например, там аллергическая реакция или реакция, скажем, какая-то индивидуальная, или какая-то непереносимость со стороны золочного кишечного тракта или бронхолёвочной системы. И так далее, и так далее. В конце концов, может возникнуть ситуация обострения. Кстати, я говорю не только о препаратах, не только о биологических добавках. Почему-то бытует мнение о том, что травки, гомеопатические средства и так далее, и так далее, настолько безвредны и безопасны, что может, ну, помочь или не помочь. На самом деле, это глубокое заблуждение. Они могут помочь, они могут не помочь, и они могут навредить. Потому что в любой ситуации это химические соединения, ну, есть химические соединения искусственно сделанные, ну, таблетки, например, да, или синтезированные витамины. А есть химические соединения природные, которые точно так же положительно или отрицательно воздействуют на организм. Попробуйте пожевать вареный белый гриб и получите от этого удовольствие. Попробуйте пожевать тоже гриб, но мухомор. И получите, так сказать, соответственно, то, что получите. Вот, хотя и то, и другое, естественное, природное вещество. На одно полезно, а другое ядовитое. Точно так же и препараты, и травы, которые, скажем, широко рекламируют, и так далее, и так далее. Вы должны понимать, что любая реклама, вот это работа ваших центров коры головного мозга, уважаемые мамы, в основном, и папы тоже. Поэтому анализируйте ситуацию. А как ее анализировать, как принять правильное решение, особенно если вы, ну, говоря современным языком, не в теме, да, то есть недостаточно информации. Нужно вот обращаться, советоваться, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы всегда поможем. Если вы обратили внимание, особенно те, кто обращаются и получают ответ всегда, мы никогда не навязываем вам то или иное решение, вот что отличает, ну, скажем, да, специалиста думающего от специалиста подходящего к вопросу формально. Или просто рекомендующего, не понимающего, что он рекомендует. Мы вам всегда объясняем, почему это так, а не иначе. И стараемся объяснить таким языком, чтобы вам было понятно. Смотрите, вы берете ту или иную биологическую добавку, то или иное препарат, пусть это будет самый, казалось бы, безобидный, там, и так далее. Вы открываете его состав, читаете, и первые 3-4 вещества, которые входят в этот состав, это вещества, которые действительно влияют на организм. Все остальное, это, как правило, какие-то дополнители, какие-то дополнительные вещества, улучшающие вкус, запах и так далее, и так далее. Существенного влияния на организм не оказывающие. А вот первые 3-4, да, и надо смотреть, что там. Вдруг попадается какое-то вещество, которое, на самом деле, ваш ребенок не воспринимает. Ну, например, скажем, да, непереносимость лактозы. Вы берете биологическую добавку, которая есть там то-то, 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 и в конце, так, мелким шрифтом написано лактоза. Вы получите массу неприятных ощущений у ребенка от дачи этого, этой биологической добавки. Хотя там травки, хотя там витамины, хотя там природные вещества, все довольны и счастливы, а вашему ребенку это не подходит. Поэтому еще раз хочу призвать вас к тому, чтобы вы анализировали ситуацию, чтобы вы учились все-таки, ну, не грубо прямо на своих ошибках, а прислушивались и анализировали то или иное ваше действие, прежде чем вы его предпримите. Это убережет вас от множества проблем. Поэтому еще раз хочу напомнить, что мы практически круглосуточно открыты для вас, для того, чтобы вам помочь, для того, чтобы вам подсказать. И те, кто вот обращался, я надеюсь, получили ответы, которые их удовлетворят. Поэтому еще раз внимательно прослушайте то, что я вам вот на этих двух лекциях, посвященных нервной системе, поговорил. Сделайте выводы и берегите себя, своих деток. И до новых встреч на нашем сайте. Спасибо за внимание.